Сегодня на столе комикс Бэтмен, одержимый рыцарь, издание Делюкс, от авторов Джеффа Лойба, и художника Тима Сейла. Твердый переплет, глянцевая обложка и 360 страниц, на которых разместились три специальных хэллоуинских выпуска и все шесть выпусков «Женщина-кошка. Однажды в Риме». Ну и дополнительные материалы в виде набросков, скетчей, раскадровок, дополнительных обложек и подробные примечания. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука. «Бэтмен. Одержимый рыцарь» — это сборник первых комиксов Джеффа Лойба о Бэтмене. Открывает его три хэллоуинских выпуска под названием «Страх, Безумие и Призраки», которые выходили раз в год с 1993 по 1995. В первом выпуске «Страхи» Бэтмен противостоит в Хэллоуин суперзлодею Пугало и по ходу сюжета осознает, что Готэм избрал его для своей защиты, поэтому он не может не быть темным рыцарем города. И это была одна из самых страшных ночей в жизни Готэма и один из первых праздников Дня Всех Святых для Брюса Уэйна в роли темного рыцаря. Пугало в очередной раз сбежал от полиции и теперь саботировал Готэмскую электростанцию и наводит ужас на ни в чем не повинных жителей города. В городе царит хаос, а мелкие преступники, воспользовавшись всеобщей паникой, грабят местные магазины. Облачившись в свой грозный костюм, Бэтмен выходит на очередную охоту за Пугало, но эта охота превращается в бесконечные кошки-мышки. А в это время в другом карнавальном костюме на благотворительном балу в честь Хэллоуина Брюс Уэйн встречает завораживающую Джиллиан Максвелл, женщину, чье очарование так же эффективно, как и токсины Пугало. Второй спецвыпуск под названием «Безумие» был написан Лойбом под впечатлением от Алисы в «Стране чудес». На этот Хэллоуин Бэтмен охотится на психопата по прозвищу «Безумный шляпник», который похищает детей, чтобы устроить с ними безумное чаепитие. И как не зря кстати, подросток Барбара Гордон недавно переехала в Готэм. И вот в ночь на Хэллоуин она поссорилась с Джимом Гордоном и решила сбежать из дома. Бродя в одиночестве по Горду, она попадает в лапы безумного шляпника. Столкнувшись с одним из самых страшных кошмаров его жизни, Джим Гордон возлагает единственную надежду на спасение своей дочери на темного рыцаря. Но ужасы прошлого не перестают преследовать нашего героя. Это может стоить Барбаре жизни, так как никто не знает, что творится в голове у безумного шляпника. Третий спецвыпуск «Призраки» основан, как бы это ни было странно, на рождественской песне Чарльза Диккенса. Три призрака посещают Брюса Уэйна накануне Хэллоуина и заставляют его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Во всех трех выпусках Лойб обращается к внутреннему миру Брюса. Исследует его психологию и позволяет читателям лучше понять героя, его сомнения, переживания, страхи и мотивы. Далее разместились шесть выпусков комикса «Женщина-кошка. Однажды в Риме». История этого комикса рассказывает о похождениях женщины-кошки во время комикса «Бэтмен. Темная победа», который вы, наверное, уже читали. Селина Кайл отправляется в Рим, дабы решить загадку. Главную загадку своей жизни. Действительно ли она дочь Фальконе? Да, не удивляйтесь, в этом варианте вселенной такое действительно возможно. А чтобы было легче, прихватывает с собой главного спеца по загадкам – Эдварда Нигму, он же Загадочник. Италия вроде пока не затронута супергеройскими проблемами, но сперва Селина натыкается на применение джокеровского яда смеха. Потом на ледяную пушку мистера Фриза. И это при полном отсутствии вокруг упомянутых персон. А еще кошки постоянно снятся сны с Бэтменом в главной роли. Причем очень живые и яркие. Такие, что их неожиданное завершение имеет эффект в реальности. Комикс, я бы сказал, действительно выдержан в итальянском стиле. И чем-то напоминает старые фильмы. А еще заметно, что художники весьма симпатизируют героине. Причем, если есть возможность минимизировать одежду, то Тим Сейл это делает. В результате эффект выходит великолепный. Этот комикс я рекомендую всем без исключения, а в особенности фанатам Бэтмена и тем, кто уже прочитал остальные творения Джеффа Лоиба, выходившие на русском языке. А приобрести этот комикс вы можете в магазине Комикс Стрит. Ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать или постить видео ВКонтакте. Где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер Комикс Сойт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok